Тысячи заключенных смогут выйти на свободу досрочно из-за нового закона. Госдума приняла новые поправки в Уголовный кодекс, согласно которым один день пребывания в СИЗО приравнивается к полутора дням в воспитательной колонии или колонии общего режима, а также к двум дням пребывания в колонии-поселении. Закон вступил в силу в июле. Ряд экспертов уже высказали предположение, что это запустит массовую амнистию в России. На вовведение повлияет на тюремные сроки порядка 100 тысяч заключенных в стране и 1748 заключенных в Алтайском крае. Участие из них будет сокращен срок, другие смогут вовсе выйти на свободу. Ходатайства в суд о пересчете срока могут подать как сами заключенные, так и сотрудники Федеральной службы исполнения наказания. В Алтайском крае после пересчета сроков смогут выйти на свободу раньше бывшие депутаты и сотрудники органов власти. К примеру, экс-депутат Краевого законодательного собрания Александр Мастинин может подать заявление на условно-досрочный выход уже сейчас. Сыну бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева Максиму Савинцеву до освобождения остается примерно полгода. А вот экс-вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов не сможет воспользоваться пересчетом, поскольку отбывает наказание в колонии строгого режима. Денисов сможет просить об УДО только в 2020 году.